Привет! С вами канал Узвращенцы. Сегодня у нас уже двое Узвращенцев. Как и должно было быть. Как и должно было быть, но что-то как-то поначалу видео было как-то одиночно. Но суть не в этом. Мы купили наконец полифропилен и сегодня... Ну мы наверное сегодня начнем его паять уже, попытаемся, да? Сегодня попытаемся его спаять хоть как-то. Ну и завтра тоже будем паять и будем наверное сейчас рассказывать, что как происходит. Вот такое количество листов мы нарезали, вот всякая фигня, чтобы было понятно. Вот это все мы везем в этой машине. Короче, два больших круга наверху, как тарелка. Боимся, что инопланетяне приземляться, или вертолет какой-нибудь, тут очень много сотей. Ну кстати да, мы заказали нарезку, мы везем листы не целиком, по тому как, в общем, мы предположили, что нарежут это люди, которые это умеют делать получше, чем мы. Вот, а по ценнику получилось, ну, плюс 10-15% стоимости материала, грубо говоря. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот мы наконец победили, это безобразие. Вот, делали мы его все выходные, ну так надо сказать, ну, без фанатизма. Полтора выходных. Полтора выходных, да. Скажем, чуть-чуть вечерочек и полноценный один день. Вот, басы паяли из пятерки. Барабанный фильтр будет из шестерки, но мы его не сделали, потому как мы устали и перестали это делать. Вот, что мы еще делали? У нас была для сваривания этих самых, гладко-импровизированных хреновина, ему с трюкцинками, уголками подтягивались к ней, чтобы оно ничего не бегало. И проваривали шов. У больших басов проваривали шов с двух сторон, у маленьких ленились и делали с одной стороны. Ну и, в общем-то, наверное, все, что мы смогли сделать. Одни тапки были сожжены. Да, сожгли тапки случайно. А, варили мы феном, потому как экструдер мы продали. Вот, но лучше это делать экструдером. Желательно, но феном тоже неплохо. Феном выкрутиться можно, да, но экструдером лучше. Так что, если есть лишние 100 тысяч рублей, купите себе экструдер. Особенно для больших кемкостей, на самом деле. Ну да, вот такую фигню мелкую сварить в макете тяжеловато, но можно. Намучились, надышались, соответственно, как в концкамере. Так что, если есть, конечно, желание, да, лучше, конечно, сразу на заказ такие вещи сделать, не самостоятельно. Если есть деньги, конечно, у нас их нет. Поэтому мы продали экструдер. Да, поэтому продали экструдер и сделали сам. Ну, конец у нас очень был, скажем так, хороший. У нас сломался импровизированная такая паяечная держательная штука, типа с трубцинами, через которую мы это... И, в конце концов, у нас, когда все закончилось, перегорела лампочка. Сказал, всем до свидания. Ну, чтобы уж точно закончилось. Ну, а что такие дела? Ну, а дальше мы будем делать барабанник. Подключать все это безобразие к водоснабжению и канализации. Подписывайтесь, дальше будет еще интереснее. Барабанник. Да, вот мы пытались с ним дырочки сверлить, но что-то утомились. Надо что-то подогромать. Да, сегодня с утра. Да, утомились. Крышечки приделать к нему. Я говорю, меня не салбут, я здесь говорю, пускай спит, товарищ. Говорю, помучусь сам. Но где-то процентов 10 я там уже поучаствовал с утра. Ну, в общем, большие вещи, конечно, тяжеловато было делать. Немного намучились. Как бы все это сидя на корточках, может, где-то местами лежа, постоянно дышишь. Но если вы имеете долго сидеть на корточках, это ваше вообще неоспоримое преимущество в свадьбосе. Лузг, семечки. Ну, это тоже вариант. Можно таким образом сделать. Ну, сразу скажу, что надышав этой гадостью, Голос садится, да. Голос садится. Вот до сих пор у нас чуть-чуть это подсевшие голоса немножко остались. Ну, мы вчера дышали ими очень долго, почти в течение всего дня. Так, нам дети это конопышки всякие из фруктов давали, все кормили, воду таскали. То есть, ну, а мы тут. Ну, если есть еще возможность, в принципе, как совет, это все делать, это снаружи, на улице, чтобы было хорошее проветривание. Ну, если есть возможность куда-то их внести, ну, у вас, видите, 70 сантиметров одна дверь, 80 сантиметров другая, ну, никак не внести. Ну, если у вас в комнате есть окно, используйте его, пользуйтесь им. Ну, если вам, конечно, понравится, можете закрыть все. И пакет на голову. А так вообще получилось на удивление очень хорошо у нас. Мы рады и довольны, что мы все-таки с руками и с головой оказались люди. Ну, это еще раз покажет, но мы думаем, что у нас... Первый этап, он, как говорится, отлично получился. Я вот так могу сказать. И все-таки за полтора дня это... Да, все реально. Реально. Ну, если, конечно, есть желание. У нас оно было, и мы это сделали. Конечно, Мова думал, что мы это за двое выходных сделаем. Да, я имею в виду одни выходные, через неделю еще одни, так, потихонечку напряг. Ну, конечно, если между перерывами там сидеть, это как-то там, это выпить, там, посесть, поесть, все, отдохнуть, подышать, то можно вообще год делать. Но наша задача быстро все это сделать. Ну, в плане полирования, если басы переворачивать, отличный стол получается. Стол, стол, а вот этот стол сразу на несколько человек, можно еще выпилить вот здесь, это места для подколенки, при желании. Очень устойчивый и хороший стол. Да, ну, такие два. Ну, в общем, на этом прощаемся с вами, следите за обновлениями, дальше будет интереснее. Все, пока. Все, всего доброго, счастливо. Продолжение следует.